Так, ну что, девочки, все, слесаря пришли, я уже не стала снимать, ничего, ты идешь в комнате закрыт. Выходи, подлый трус. Выходи. Все сделали, все. Оказывается, просто было забито вот это вот, девочки. Вот сетку, вот эту сетку надо чистить, она была забита. Сетка камнями, вот. Видите, какие камни. Вот какие камни были в сетке, сетки были забиты. И на кухне тоже. Все, пришел бог, все рожи, все рожи, все боги, видимо, в сантехнике. Смотрите, какой песок был. Вот в этой сеточке, вот в этой сеточке был вот такой песок. И поэтому, и поэтому вода не дышала. Все, девочки, все, отлично, идеально. Все, я пошла по своим делам. Так, дайте мяско сейчас дам. Будешь мяско? Ой, ждет мяско. Давайте мяско-то дичьки дадим. Дадим мяско. Не хотела, ну да. Пусть ест. Пусть кушает. Слава богу. Я думала, знаете, тут разбирать будут. Краны там. Ну, где счетчики стоят. Нет, тут все очень хорошо. На, мальчик, кушай. Кушай, мальчик, ну кушай. Девочки, как-то в одном из видео сняла флаги. А, на 1 мая или на 9? На 1 мая. Сняла флаги и сказала, и назвала их, девочки. Что там началось в комментариях? Неужели я не знаю? Флаг города Анапы. Флаг Краснодарского края. Флаг России. Специально вот иногда провоцирую девочек. Девочек. Я в Райфазен пошла, второй день хожу. В Райфазен. После праздника. Работает не так, как мне надо. Налоги, девочки, заплатилась. Плёс спокойно. Если бы вы знали, сколько я налогов плачу, вы бы умерли. Обалдеть. Девочки, прибежала домой. Вот какое тепло было с утра. Я пошла в куртке. И мне было жарко. Я прям куртку расстёгивала. Во второй половине дня всё холодно. Ветер, ледяной ветер начинает лить с моря. Всё, невозможно. Скорее побежала домой, потому что все идут одеты. Да что такое, это вообще тепла нету. Тепла нету в этом году. Погреться хочется. И прям ветер штормовой прямо сносит. Пришла я балуется. Игрушек целая куча нет. Какие-то бутылки грызёт, таскает. Каждый раз надо новую игрушечку. Из платформы, сиди на бутылку. Вот сначала снял, смотрите что. Сначала снял копку. Теперь здесь всё изжевал, изжевал. А чё девочки ещё снимать? Чё? Какой контент? Там многие блогеры начали. Я плачу. Они плачут. Слёзы горючие. Мужей на первый план. Всё копируют с мамой отличника. Правильно, молодцы, девчонки. Работайте. Работайте. Сейчас в Краснодар приедем. Что-нибудь опять новенькое. Что-нибудь на пять новенькое выдам. Тима, я лизился. Боже мой, как я люблю Тетьку. Как я Тетьку люблю малыша моего. Малыша. Помните, девочки, как плакала? Как ревела, когда он дома срал, ссал. Ой, как я ревела. Как я не привыкла к такому. А сейчас я прям не нарадуюсь. Сынулька мой. Любимый мой, маленький. У меня два сына. Один большой. Другой маленький. Два сыночка. Девочки, смотрите. Все перевернул. Все перевернул. Лежит. Ну, короче, я пришла домой, потому что на улице сильно холодно. Я хотела прогуляться, но нифига у меня не получается. Для прогулок не получается. И все, девочки, разогрела. Овощи я свои доедаю. Ну, а что делать? Надо доедать. И все, девочки. И у меня вопрос. Как исключить углеводы из своей жизни? Как исключить? Картофель я исключила уже. Рис я уже не ем. Это углеводы. Так, как вообще перестать жрать? Что-то у меня... Знаете, это... Какой день уже у меня, прямо я хочу кушать. Вот прямо хочу. То я же на ПП спокойно выносила. Почему у меня произошел сбой? Почему? Почему произошел сбой? Надо разобраться. Я выносила спокойно. Короче, сегодня ночью очень плохо спала. Тедди бегал туда-сюда по кровати. Что ему надо было, не знаю. Потом мастер соскочила. И все. Он тут же ложится, храпит. А я не могу, девочки. И я вот всю ночь вот так прыгала. И утром надо было еще бы мне поспать. Хотя бы до девяти. Мне пришлось вставать восемь часов. Идти с ним гулять. Раз погода такая, знаете, и гулять не хочется. Было солнышко. Стало жарко. Я прямо расстегнула куртку. Сейчас пока спесаря пошла на улице. Холодина уже. Холодина просто. Я делала жилетку. И мне было холодно. Сейчас пойду с ним гулять. Опять придется одевать шапку. Ну, в общем. Если исключить углеводы из жизни. Из своей. На месяц. Фрукты. Сладкое. Картофель. 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 Рис. Есть вот, допустим. Лаваш. Ну, как овощи. Вот овощи я сегодня поела без хлеба, потому что хлеба дома не было. Не хлеб, а лаваш я покупаю. Лаваша не было. Я ела овощи без хлеба. Я захотела кушать, девочки. Через час я захотела кушать. И я начала все под подряд метать. Помидоры. Колбасу. Пошла в магазин. Зашла. Купила вот такие сырки. Сырки купила я, конечно, девочки. Я съела. Все. Вот это вот начинается уже обжорско. А так хорошо сидела. Щебекинские. Купила вот эти макароны. Увидела у Марины, что она ест с яйцом. Я захотела эти щебекинские макароны. Вообще. Скорее бы уже жара бы. Прямо вообще жара бы. Хочется погреться, и тогда есть ничего не будешь. Что делать, не знаю. Давно у меня такого не было, чтобы я, знаете, лежала, да, и думала, чтобы такое съесть. Вот какой-то сбой произошел. Так хорошо сидела на ПП. Может, потому что нервничаю. Короче, я старюю, девочки. Как ни фарахолься, году берут свое. Уже не хочется ничего делать. Или я много сил отдаю, что хожу в стыдии так много, и много сил отдаю. Ходьбе. Много трачу энергии. Надо было посмотреть на этом айфоне сейчас, сколько мы сегодня прошли. Мы проходим не меньше 7 тысяч шагов утром. Не меньше 7 тысяч шагов вечера. Поешь, потом расскажи. Девочки, вот что хочу, то и делай. Мой канал. Хочу разговариваю, хочу не разговариваю. Перестаньте уже. Варю мясо, ему надо выключить. Я, правда, не знаю, чем ему сделать. С чем сделать ему мясо? С чем собачку покалить? С сухарей сегодня стал, утром не стал сухарей. Прям там чуть-чуть, маленько. Пришлось ему мясо сырое дать опять. Все, больше нет в холодильнике. Придется не пораньше с ним идти гулять, чтобы зайти в магазин. Мусной. Придется он все. Больше не буду. Попью сейчас какао. Не, не какао. Попью сейчас чай. Эвола. Делаю большую кружку. А вот еще знаете, как бывает? Помните, я говорила? Энель чай допьем. Энель чай. Начала пить Энель чай. Там у меня горячая. А он просроченный, девочки, был. Видимо, Энель чай. И у меня прыщи пошли по телу. Причем по левой стороне. Так интересно. Все, убираем. Убираем. Это невозможно. Никакие чертшкены. Девочки, я вот так мясо сварила. Тетьки. С грязчиками. Такое, знаете, говядинку. Говядинку. Такую хорошую говядинку. Его, девочки, его кусочки. Я покупаю специально говядинку. Его кусочки. Вот такие получаются. Вот так я режу. Я сначала их отварила. Вот такой с крещами. Вот это просто дай мне потом покушать. Вот эту косточку выброшу. Потому что кости нельзя. Собакам забивают. Кишечник. А вот этот хрящ, вот такую хрящевую ткань, я ему дам. А здесь получилась каша. А здесь получилась каша-малаша. Вот такую кашу. Хотела бросить морковки ему. Он морковку девочки вообще не ест. Хотела бросить морковь, и что-то все и заболталась. В общем, вот такая кашка получилась. И соль и без ничего я ее варю. Просто бульон. А бульон еще остался. Я его сейчас солью. И на послезавтра. И все, вот иди, кашка готова. Что там собачницы прямо пишут мне такие гневные комментарии. Прямо по поводу того, что я гроблю собаку, я ее неправильно кормлю. В общем, короче говоря, там что-то, что-то. Такое чувство, знаете, как будто мне пять лет, да, тыечку мне отдали. Вот и мне пять лет, и я как будто не знаю, чем накормить собаку свою. Вот такой вот рис я покупаю ему в банках с мясом. Премиум класс за 400 рублей банка. 300 грамм. А здесь я на хорошем мясе варю бульон, ему куриный, хотел сказать, говяжий бульон. И точно так же крупу добавляю. Немножко маслечка. И все, и вкуснятина. И тыечка кушает с удовольствием. Вон он сидит. Но он сырое мясо сейчас съел, поэтому я не собираюсь ему давать. Вечером можно покушать. И все.